Дамы и господа... Громко! Дамы и господа, княженцы, милые дамы, большущие всем приветствия, всем доброго, бодрого утречка! Всех рад видеть на этом же самом месте, в это же самое время. Все у нас по порядочку с вами, стабильно. Берем чаечек, завариваем вкусненький, включаем Палыча погромче, чтобы Палыч у вас с утра, кто еще не проснулся, так скажем, взбодрил. Лупоните Палычу лайкосики за видосики, комментики, подписочку, это как бы лучшая ваша благодарность. Палыч посмотрит, и у Палыча настроение начнет расти. Соответственно, сегодня с вами о чем-то речи. Говорим сегодня про шерстяные кабачки от Натахи. Записывайте рецепт, обязательно вам обрисую вкратце, что происходило, кто еще не смотрел. Поговорим сегодня с вами немножечко про деда. Ну, в общем, все, что вы любите, сегодня все будет в видосе. А что Палыч не скажет, да скажите на него ниже в комментиках. Итак, прежде чем говорить, правда, эти вкуснейшие кабачки, пальчики оближешь, даже на ногах, возможно, свои собственные, но это не точно, поговорим немножко про деда. Значит, сегодня в начале ролика Губарева высказалась в отношении деда, о том, что да, мол, в следующий раз поедем мы в Приморское. Там, значит, и заход лучше, и в море, и спуск к морю лучше. Ну, и дед там будет, соответственно, купаться, заходить ему будет в море, как бы легче, лучше. Вот на этом этапе я подумал, когда мне смеяться в Губарева? Просто вот понимаешь, находить оправдание, находить причины ты умеешь. Это мы уже все давно поняли. Просто мы же тут же поняли, ну, не все, как бы, не некоторая часть аудитории, может быть, у кого-то такое же мнение, как у меня, о том, что, я говоря, опять же, мы, что имею в виду вот часть аудитории, которая там на моем канале, может, часть на твоем канале, ну, некоторые люди, о том, что, значит, ты поехала, когда поехал на море, дед, собственно говоря, не поехал не за того, что он не хотел, не мог, или еще что-то было жарко, а в силу того, что дома просто идут ремонтные работы, надо за кем-то смотреть за рабочими, надо поливать этот огород, подвязывать помидоры, ухаживать за ними, скотину кормить, собак кормить с кошаками, ну, я уже про это говорил, просто немножечко повторюсь. Коля, она сказала, то, как бы, я немножечко подхватила ее эти высказывания. Ну, да ладно, значит, у нас сегодня, ребятки, значит, основное действующее блюдо Губарева решила приготовить кабачки. Да, значит, сидит в кадре, сидит в кадре, стол прямо перед нами, значит, на голове вот так, вот непонятно, что, правда, подобрела, подобрела, сразу видно, вот я как до этого не обращал внимания, а сейчас после, то есть, сердечек купальников, когда она была на море, и сейчас она сидела в кадре, так подзагорела, лицо так подокруглилось, нормально, я имею в виду, к лицу, к лицу все идет. Единственное, только что не к лицу идет, это то, что, вот это, вы знаете, эти моменты с заготовками и моменты с хозяйственностью, потому что на тебя, на так, на тебя, как мне кажется, в деревне, ну, знаешь, как сложновато будет кому-то посмотреть из мужского пола, учитывая, там, не во внешности дело, ни в коем случае, а в том, что просто в отношении, в отношении к жизни, к вещам каким-то, к отдельным, ну, просто даже вот сегодня, давайте по порядочку разбираться, значит, сидит, на столе на этой скатерти чистит этот чеснок, на том столе, где она все у нее работы проходит, где она гребу чистит, где они едят, где там кошки днем по этому столу бегают, пока она не видит, потому что, я уверен, в поисках пищи там в залазе все ищут, нюхают и так далее, мухи сидят и так далее, ни скатерть не протерла, ничего, ну, короче, делает кабачки, знаете, по простому рецепту, как бы мол, соленые, так назовем кабачки эти, и вы знаете, на этом этапе охота сказать, что Губарева, опять же, вот когда я говорил о том, что мужичке, ну, может без ее деревни не мало, кто у нее посмотрит, в силу того, что просто ведь лениться, лениться, вернее, не делая никаких заготовок на зиму, при этом дед очень хочет заготовочки на зиму съесть, я уверен, что когда приходят посылочки, вот от самых там подписчиков, в виде консервов вот этих закатанных зимой, то дед с удовольствием все это ест, но дочка сама как бы не может ничего солененького приготовить, только вот что холодным посолом, не надо ничего, чтобы заморачиваться, поэтому деда ожидает тебя картоха, но в лучшем случае картоха с мясом, и то, возможно, Губа все мясо себе подвыбили. Теперь касаемо засолки, знаете, сегодня я там столкнулся с такими комментами о том, что кто-то писал, значит, я, мол, тоже не готовлю, ничего там такого не нахожу, не вижу, вернее, тут как бы нам вкус и цвет товарища нет, кто-то готовит, кто-то не готовит, кому-то эти соления вообще, может быть, не нужны, но, но, самое интересное, этот человек дальше написал, он написал о том, что, значит, не закрываю, но женщина готовки, не делаю ничего, ведь все это можно купить, через запятую, и Губарева, знаете, лайкнул этот комментарий. Теперь у меня возникает вопрос непосредственно Губарева, что ты лайкаешь этот комментарий-то? То, что ты не готовишь, с этим ты согласилась, или с тем, что можно купить? Просто, что ты не готовишь, с этим мы согласны, мы это все прекрасно видим, что ты не готовишь, ты все делаешь предельно просто, не заморачиваясь, с минимумом энергии, затрат, да и даже и времени, и денег, и так далее, значит, на что ты лайкаешь, касаясь бы того, что можно купить, где мы за все время видели, хотя бы, даже если она не готовила это, чтобы она купила у соседей, там, на рынке, купи деду банку помидоров соленых, банку огурцов соленых, и не ешь, отдай деду, и пускаем там по одному, по два помидорчика вперед, деду во хватит этого всего, ну, по шее имею ввиду, этих помидоров, огурцов, но она же так не делает, только лайкает, только лайкает, да. Ну, ладно, давайте дальше непосредственно говорить про ее готовку, готовка ведь сегодня была супер какая, значит, взяла кабачки, кабачки уже такой, знаете, не первой свежести, касалось бы, если ты делаешь, особенно, знаете, одно дело, если ты валишь какую-то там икру, там, можно кабачки и покрупнее кинуть туда, и постарей, это делает, значит, малосоленые, так скажем, кабачки, блин, ну, в них надо туда класть свеженькие, молоденькие кабачки, более того, сидит этот чеснок, она, значит, перебирает, шаустит его, чеснок старый, в огороде чеснока она садила, хрен знает сколько, укроп перезрелый этот, сидит в этой грязи, мама дорогая, ну, это даже просто смотреть страшно, не то, чтобы это пробовать, касаемо пробовать, значит, да, супер, значит, хозяйка, что сделала? Я что-то вот забыл, там был какой-то один микромомент смешной у нее, а, я, кстати, вспомнил, думаю, что за смешной микромомент, может быть, там вы писали еще комментарий касаемо этого, это просто отдельная песня, у губы готовятся так, в принципе, все ее блюда, это, знаете, это все сделать на глаз, так и сегодня, значит, у многих людей, кто готовит такие вещи, продукты, вещи, вкусняшки и так далее, значит, они там все делают, там, по весам, по ложечкам, там, столько этого, 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 чтобы не пересолить, не пересолить и так далее, значит, ну, у нее все по-простому, этого сюда налила, замешала, кабачки вот такими его кусками порезала, что, значит, в рот не залезут, ну, как она, наверное, специально это делает, ну, ей-то залезут в рот кабачки, а Танюха, а Танюха не позаботилась, как Танюха их жевать их будет, чем? Дед, как бы, вот, я понимаю, что, как бы, она, скорее всего, ей было жалко этих кабачков, поэтому она и так и сделала, порубила их большими кусками, ну, маленькими кусками на Танюха, может, есть, а тут, как бы, Танюха, ну, ну, только если ножичком, а там, может, не захочет лишний раз делать телодвижение, она же та еще лентяйка, тоже вторая, поэтому, как-то, ну, так, значит, в целом, по итогу, что охота сказать, значит, блюдо готово, стоит, маринуется, ожидаем, когда-то, Панатаха сварит, картошечку скажет, картошечка так вкусная, кабачочки, ой, слюнки болелись, как вкусные, так, ну, это она так будет все это рассказывать и будет при этом давиться слюнями. Ну, да ладно, а теперь касаемо непосредственно кабачков, почему я еще сказал в начале ролика, что кабачки с шерстью, вы, наверное, на это заметили, что во время готовки она хватала этих животных, животного было с стола, мало того, что все это не промытое, шерсть летит, руки в шерсти, ну, короче, короче, вот так вот, по-простому, по-вкусному, значит, Натаха приготовила кабачки, но, но, прям, сразу оговорка, мы-то готовить не будем, в частности, Палыч так не будет точно готовить. Я не знаю про вас, напишите свое мнение в комментарии, готовите так, не готовите, или собираетесь готовить. Я только делаю мои новые кабачки, когда их тонко-тонко, прям, вот, чем морковку чистишь, этой, прям, штукой, раз-раз, там, прям, уксуса полил, чуть-чуть лимонного сока можно сбрызгать, перечку туда бросил, что это еще делается, масло подсолнечное налил, на этом все, вот эти кабачки получились, утром уже можно есть, обычный вам рецепт сказал, но это стоит там, мешает, кабачки его, не знаю, ах, короче, все, надо прощаться, время подходит к своему концу, большое спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, подписки, с вами был Игорь Павлович Княжин, увидимся с вами очень скоро, всем пока!